Этот день можно переименовать в День работников света, тепла, благоустройства и порядка. Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания отметили свой профессиональный праздник. В концертном зале детской школы искусств города Видное награждали лучших работников отрасли. Ежедневно, без перерыва на праздники и выходные в нашей сфере работают тысячи людей, делая все для того, чтобы жители о них не вспоминали. Ведь если нет проблем, нет жалоб, значит мы свою работу делаем грамотно. Заместитель главы администрации Ленинского района Александр Кузнецов отметил успешную работу тех сотрудников, которые, что называется, не словом, а делом доказали свои высокие профессиональные качества. Среди награжденных мастера-озеленители, электромонтеры, водители-погрузчиков и директора управляющих компаний. Андрей Мелехов работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства уже более шести лет. В нашем районе, правда, совсем недавно, меньше года. Но и этого срока было достаточно, чтобы проявились его высокие профессиональные качества. Однако, по словам награжденного, это не предел их возможностей, а лишь промежуточный этап. Будем еще больше стараться, стараться оказывать услуги гораздо большего и высшего качества, идти в ногу со временем, с тенденциями в данной сфере, чтобы жители были довольны. Работников ЖКХ поздравляли лучшие творческие коллективы школы искусств. С наступлением весны впереди нас всех ждут субботники. Отдавая дань старой традиции, мы сможем облегчить трудовые будни работников сферы коммунального хозяйства. А заодно и на практике убедиться в трудности и необходимости их дела. А в нашей студии один из тех, кого отметили на торжественном мероприятии начальника аварийной диспетчерской службы управляющей компанией жилищно-коммунального хозяйства Александр Семенович Зайцев. Здравствуйте, Александр Семенович. Добрый день. Во-первых, поздравляем вас с заслуженной наградой. Я понимаю, что работа у вас, в общем-то, очень сложная. Как давно вы находитесь на своем посту? На своем посту, вообще-то, в службе в городе, в районе я работаю с 98-го года. 98-го года, в общем-то, уже такой срок большой. А до этого работал в Москве. Наверное, знаете все в доле по берегу, все в хозяйстве. Нет, конечно, все знать, это трудно очень. Я понимаю, что аварийная диспетчерская служба, она сравнима, наверное, со службой 112, да, только вот в сфере ЖКХ. Как много звонков, к примеру, в течение суток поступает? Вы спросили 112, и ЕДДС, мы работаем с ними в совокупе. Мы непосредственно общаемся, они с нами, мы с ними, докладываемся, ставим их в известность. Звонков поступает, как правило, порядка, если, ну, порядка 100, 20, 130 штук заявок, я имею в виду, в течение дня, в течение суток. Бывает больше, это, я бы сказал, такой усредненный. Ну, а вот так вот выезжать на место? Выезжать, у нас две машины, мы работаем с двумя машинами по праздникам, мы работаем с тремя машинами, и выезжаем, на все заявки выезжаем. По городу, по району, наш же район. У вас, наверное, там и у вас, и как у руководителей, и у сотрудников, наверное, не бывает выходных, праздников. Практически, вы знаете, ну, во всяком случае, звонки могут идти и вечером, и после работы, и ночью, если сильная аварийная ситуация, особенно, когда это касается отопительного сезона, здесь уже не до чего. Есть какие-то, то есть в течение года определенные периоды, когда наибольшее количество звонков? Проблематичная ситуация у нас обычно, это у нас Новый год. Новый год, конечно, это проблематично, особенно после первого числа, второго, когда начинается, в общем-то, очень много заявок, и люди уже наелись. Но вы готовы к этому? Мы уже это знаем. У вас есть возможность поздравить своих коллег с праздником? Ведь это хороший, действительно, праздник. Да, я очень поздравляю своих коллег, друзей, товарищей, те, которые работают и работали раньше. Второе, можно сказать, это второй праздник весны, после 8 марта. Сначала женский день, а потом уже идет третья неделя, день коммунального работника. Второй весенний праздник. Поздравляю всех, желаю всего-всего хорошего. Работа у вас непростая, и мы хотели бы пожелать вам в этот праздник, чтобы трудных дней в вашей работе было как можно меньше. Спасибо вам за то, что пришли к нам сегодня. Спасибо большое. Спасибо. А я напомню, что мы беседовали с начальником аварийно-диспетчерской службы, управляющей компанией жилищно-коммунального хозяйства Александром Семеновичем Зайцевым.